На мемориал славы в Бендерах вернули пушки. Их увозили на реконструкцию. Взволнованные граждане звонили в госадминистрацию и спрашивали, куда они делись. Всех успокаивали и говорили, пушки вернутся на место ко дню победы. Орудия весом почти в тонну снимают с грузовика, чтобы заново установить на постамент. Эти пушки, пожалуй, главный символ Бендер, связанный с Великой Отечественной. Почти в каждом семейном альбоме горожан есть фото рядом с ними. Два раза в год, в День Победы и в День Освобождения города, люди приходят сюда с цветами и опускают их в дуло орудий. В марте пушки увезли на реконструкцию. Мемориал выглядел пустынным. Сейчас ему вернули привычный вид. Мы приобрели материалы. Министерство обороны любезно нам согласилось помочь их реставрировать, убрать коррозию, подварить, отремонтировать и покрасить, заменить колеса. Ступени, гранитные плиты с надписями на русском и молдавском и пушки ЗИС-3 на постаменте установлены на входе мемориального комплекса. И вход, и сам мемориал давно нуждались в реконструкции. Сейчас работы завершаются. В госадминистрации рассказали, важно было сделать все максимально прочным и идентичным тому, что было. Мы не смогли сохранить, потому что были плиты очень большие по размеру и по толщине. И на некоторых из них, именно с надписью, были трещины такие, достаточно глубокие, при демонтаже он просто развалился. Поэтому было принято решение вот эту часть заменить с одной и с другой стороны. Хроника советских лет. Так выглядел пустой мемориал славы. А это празднование 9 мая. В 70-е на День Победы здесь собирались около 20 тысяч человек. Люди стояли за два квартала и ждали очереди, чтобы возложить цветы. В городе есть традиция собраться на центральной площади и единой колонной, пройти семь кварталов по улице Суворова к братским могилам. Так же будет и послезавтра. В День Победы бендерчане придут на возложение на обновленный мемориал. Максим Кириазов, Дмитрий Редькович, ТСВ.